Ангела добра, ее ангелы-хранители. С этой песней Лидия Заблодская представит Беларусь на детском юровидении уже в декабре в Ереване. А сейчас репетиции, репетиции и еще раз репетиции. Правда, упорство и целеустремленность этой девочки может позаидовать любой взрослый. Я вот обычно делаю так, рисую картинку, а потом уже, исходя из этого, пишу стихотворение. Лида Заблодская открывает тайну, как она сочиняет песни. Таким же художественным путем появились и ангелы добра. Возможно, сейчас. На бумаге рождается новый хит. Только услышим мы его не скоро. Все свободное и несвободное время Лида посвящает главному подготовке к Евровидению. Знают ее облака, но нам не скажут. Обязательно вибрации здесь. Обязательно. Но нам не скажут. Неаккуратно. Я знаю. Но нам не скажут. Вот так. Дальше. Фраза за фразой, слово за словом, юная вокалистка оттачивает мастерство. Идеально звучат должна каждая нота. Конечно же, за высокую ноту переживаю. Чтобы она была очень яркая, чтобы она была на своем месте, чтобы она была чистая. Вот. И за концовку. Там, наоборот, все очень тихо, очень спокойно, практически шепотом. Репетиции идут дома и в студии. Начинаются утром и не заканчиваются глубоким вечером. И пусть в концертном зале всего один слушатель, педагог по вокалу, ангелы добра уже летят к многомиллионной аудитории. Я уже, когда пою, хоть и перед пустым залом, но я уже представляю арену, я уже представляю Ереван, представляю людей, поклонников, которые будут стоять, болеть за нас, держать за нас кулачки. И от этого, наверное, мне становится тепло на душе и как-то придает мне такой уверенности. Правда, сил от таких тренировок не прибавляется. Вот она, жизнь артиста, пусть и молодого. Все? Встала? Все. Замучили ребрами. Замучили ребрами. Пока ребенок отдыхает, мысли улетают в Ереван. С этой страной Лида знакома. Пока только по интернету. Там столько огней и фонтаны красивые. Ну, наверное, фонтанов там уже не будет к этому времени. Но и горы. Просто красота. Мечтаю, мечтаю, мечтаю. А это герои, которые остались за кулисами большой сцены. Максим и Маша Заблотские-младшие. Мы задумывали, что Маша и Максим будут ангелами. И хотели, ну, вот я пою. И в конце, когда уже кульминация, они выходят, два таких маленьких ангелочка. Максим и думали тоже с Могином какой-нибудь себе. Ааа, Максим! Играйся, играйся. Ты же поворачивай ее аккуратно. Вот. А Машенька тоже белая платушка. Там волосы вот. И у меня длинные такие белые волосы. Думаю, что она вообще будет ангелочком у нас. Вот. Ведь похоже же. По правилам детского Евровидения, участники должны быть старше десяти лет. Двойняшкам десять приходится только на двоих. Так что пока сольный концерт они устраивают дома. Дуэт Заблотских отложили на будущее. И теперь старшая сестра не музыкальный критик, а первый помощник в компьютерных играх. Смотри, свой рот будет поворачивать. А, это ты. Тебе помочь? Нет. Я не могу. Искал больше. Помощь как раз нужна самой Лиде. Ее талант плюс наша поддержка может из этого складываться в формула успеха. Третьего декабря в Ереване покажет. Ай!